Ребята, это Алена, сегодня говорим про лучшие пробиотики для кишечника. Если у вас проблемы с эмоциональным состоянием, если у вас проблемы с постоянными какими-то раздражающими факторами, это может быть связано с пробиотиками. Напоминаю, что есть у нас полезные бактерии, и они способствуют нормализации при стальтике кишечника, при запорах, при диареи, это своего рода такая серьезная профилактика. Они способствуют очистке. У нас в кишечнике три группы микроорганизмов. Молочно-кислые бактерии, полезные дрожжи, фотосинтезирующие бактерии. Соответственно, если каких-то бактерий не хватает, то начинаются проблемы. Молочно-кислые бактерии значительно ограничивают и подавляют бактерии, вырабатывающие метан. То есть бактерии, которые производят, грубо говоря, не то, чтобы нам хотелось. Этот продукт очень важен. Если вы понимаете, что у вас, например, есть дрожжи, то дрожжи это тоже источник витаминов группы В. Это неплохо. В организме от природы есть полезные дрожжи, которые защищают вас. И есть недружественные дрожжи. Соответственно, могу сказать, что если вы хотите избавиться от иммунодефицитных состояний, то очень важно начать принимать полезные пробиотики, полезные бактерии. Пить их нужно в разбавленном виде. И вам нужно начать с половины крышечки. Или делать домашний кефир. Вы можете купить лактобактерии и растворить. Если ваш иммунитет слаб, то начните принимать жидкие пробиотики с меньшей дозировкой. Соответственно, все эти вещи супер важны. И в некоторых случаях это работает даже с системным детоксом. Если появились симптомы детоксикации, то прекращайте прием. И потом начните с малых доз и повышайте дозировку. Пробиотики влияют на эмоциональное состояние, на сон, на возможность усваивать микроэлементы. И вообще на многое, 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 многое. Поэтому пишите. Пишите.